Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИМ в студии Павел Берсенев. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. За доблестный труд губернатор Челябинской области вручил государственные и областные награды сотрудникам ММК. Обозначая приоритеты, Магнитогорский металлургический комбинат принял участие во втором русском экономическом форуме в Челябинске. Вновь дожали в овертайме. Металлург в непростой игре победил Хабаровский Амур 2-1. А сейчас об этих и других событиях более подробно. О состоянии и перспективах развития туризма в городе, а также итогах работы учреждения парки Магнитки летом и планах на зимний сезон говорили на аппаратном совещании в администрации города. Разумеется, не обошли на заседании и такой актуальный вопрос, как уборка снега. Наша съемочная группа заслушала доклады. В связи с событиями последних лет перед каждым регионом стоит задача по развитию внутреннего туризма. И у Магнитогорска, по словам начальника управления экономики и инвестиций Марии Матлюк, есть огромный потенциал. Сейчас турпоток представлен такими направлениями, как лечебно-оздоровительный, горнолыжный, событийный и промышленный туризм. Организацией и проведением городских туров занимается МБУ «Отдых». За 9 месяцев они провели 71 экскурсию. Значительный вклад в привлекательность нашего города делает и металлургический комбинат. В рамках промышленного туризма Магнитогорским металлургическим комбинатом за 9 месяцев текущего года было организовано 646 экскурсий. С количеством участников более 13 тысяч человек. Это практически соответствует числу экскурсантов за весь 2023 год. Стал таким могучим у нас промышленный туризм, наверное, самые передовые в этом плане у нас в стране, не побоюсь этого слова. Ну и во-вторых, мы ведь за последнюю, скажем, эту же пятилетку как преобразили в целом наш город. Ведь наш город действительно стал неузнаваемым. Те, кто не были у нас давно в городе, просто реально приезжают и не могут его узнать, как он изменился, причем в лучшую сторону. Логичным продолжением темы стал и следующий доклад о работе парков Магнитке. Так весной открылся обновленный парк ветеранов. Есть спортивные площадки, зоны для отдыха и пикников. Купальный сезон прошел успешно благодаря работе спасателей и медиков. Парковые территории часто становятся площадками для проведения различных мероприятий. За лето таковых было организовано более 45. Их посетили около 90 тысяч человек. Большая программа запланирована и на зимний сезон. Для этого заливаются копки и хоккейные коробки, организуется лыжная трасса, тюбинговый склон и многое другое. Пять парковых зон. Они все приближены максимально к проживанию людей. То есть по месту жительства, по направленности. Загорать, купаться, лес, спорт. Все можно найти в этих парках, не выезжая никуда из города, буквально в шаговой доступности и великолепно провести время. Вопрос санитарной уборки закрывал аппаратное совещание. Отчетный период стал переходящим от летнего к зимнему и был отмечен большим снегопадом. С начала снегопада с уличной дорожной сети города вывезено 120 кубических метров снега. В плановом режиме проводились работы по очистке остановок общественного транспорта от снега. Подводя итоги доклада, глава города Сергей Бердников отметил, что за два дня в Магнитогорске выпала почти месячная норма осадков. При этом Сергей Бердников сказал, что в Магнитогорске последствия снегопада были отработаны в штатном режиме. Сбоев не было. Однако вывоз снега до сих пор продолжается. Заостряю внимание, Данила Петрович, на тротуарах. Еще раз прошу, отработайте со всеми организациями, с управляющими компаниями именно на предмет содержания придомовых территорий, тротуаров. Ну и очень актуальна тема сегодня скользких дорог. Потому что буквально на субботу-воскресенье мы опять видим прогноз днем в плюсовые зоны. Павел Берсенев, Александр Макаров, телекомпания ТВИМ. Ежегодно 8 ноября по всей России отмечается День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Этот день напоминает о тех, кто заплатил высшую цену ради безопасности граждан. Подробнее расскажет наш корреспондент. В Магнитогорске перед зданием УНВД прошел памятный митинг, на котором минутой молчания и троекратным залпом почтили память павших героев. В этот день вспоминают сотрудников УВД, тех, кто не вернулся домой с боевых заданий с территории Северного Кавказа, из Чечни и зоны специальной военной операции. Возложить цветы к обелиску собрались коллеги, родственники, ветераны и глава города Сергей Бердников. Мы с вами отдаем воинскую почесть и вспоминаем всех тех, кто в разные годы мирного времени отдали свои жизни за правопорядок, за спокойствие на улицах наших городов, городов России и Советского Союза. Вот для того, чтобы это никогда не повторялось, мы с вами каждый год об этом вспоминаем. Это неправильно, когда в мирное время люди гибнут. Всего в траурном списке 28 фамилий магнитогорских правоохранителей, которые отдали свои жизни в борьбе с преступностью. Среди них Виктор Буторин, который погиб в результате чудовищного преступления 17 сентября 1994 года. Виктор Буторин, который, возвращаясь с рыбалки, находился на отдыхе и увидел, как совершаются противоправные действия в районе станции «Супряк». Вступил в неравную схватку с шестью бандитами, в результате чего бандиты жестоко избили и зверски сожгли Буторина и его товарища Мельникова Сергея. Это еще раз говорит о том, что сотрудники магнитогорской милиции, полиции или, как сегодня мы называем, органов внутренних дел, никогда не остаются в стороне от тех задач, которые возлагаются на именно сотрудника полиции и милиции. Сегодня павшие за право отдела защитники – пример для воспитания молодого поколения сотрудников гарнизона. Это патриотическое воспитание молодежи в том числе, чтобы был наглядный пример, это никогда не забываем. Каждый день сотрудники полиции с риском для жизни охраняют правопорядок. Благодаря их самоотверженности и профессионализму мы можем спать спокойно, не опасаясь за свою жизнь. Спасибо всем тем, кто погиб, не преклонив голову, осуществляя охрану порядка на территории не только магнитогорской, но и всей России. Вечная память погибшим сотрудникам. Елизавета Мамедова, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. В Челябинске состоялась торжественная церемония вручения государственных и областных наград. На ней губернатор Алексей Текслер отметил заслуги 44 южноуральцев. Среди награжденных – сотрудники Магнитогорского металлургического комбината. Виталий Басанов – ветеран ММК, отдавший металлургии почти 30 лет своей жизни. 9 лет он работает старшим вальцовщиком на стане 5000, где выпускают высококачественный лист для труб большого диаметра. Его основная обязанность – строгий контроль качества продукции. Коллеги называют Басанова глазами и совестью коллектива, ведь он никогда не пропустит брак. За многолетний труд и безупречную работу Виталий Басанов награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Награду нашему земляку вручил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Наверное, любая работа сложная, но для знающего человека это всё выполнимо, нормально. Работа мне нравится, коллектив здесь очень хороший. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени удостоилась машинист мостового крана Копрового цеха ММК Надежда Леонидова. Более 20 лет она уверенно движется по трудовому пути. На комбинат Надежда Петровна пришла сразу после окончания профессионального училища. Сначала работала на заводе ЖБИ и в цехе изложниц, а в 2004 году перешла в Копровый цех. Говорит, выбирала профессию не только разумом, но и сердцем, решив продолжить семейную традицию. Мне самой нравится эта профессия. У нас, можно сказать, родовая династия машинистов кранов. То есть моя бабушка работала машинистом крана ещё даже в военное время. Потом работала моя мама по её стопам. Потом пошла моя сестра старшая, вот до меня очередь дошла. И мой старший сын уже тоже работает в этом цеху. Звание «Заслуженный энергетик России» получил Юрий Подосинников. Электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередач, цех электрических сетей и подстанции ММК. Он настоящий ас высоты. Несмотря на то, что Юрий Владимирович работает по одной специальности уже 36 лет, профессия ему не наскучила. Говорит, что каждый день работа приносит ему новый опыт. Разъездная работа по горам, по лесам, по комбинату. Интересно там посмотреть, как там люди работают, как там. Ну, так вот. Она адреналин даёт. Высота эта не каждому дано. Ну, я сам десантник, я до сих пор прыгаю с парашютом. Высота ошибок-то не прощает. Так-то, ну, конечно, со временем маленько замыливается глаз. Ну, уже дураки только высоты не боятся. Государственные награды из рук губернатора получили 17 сотрудников магнитогрузского металлургического комбината. Среди награждённых машинист крана металлургического производства Татьяна Мещикова и сортировщик с датчик металла Сергей Меускин, которую достоились звания заслуженный металлург Российской Федерации. Я не устаю удивляться и восхищаться, насколько у нас богатая на таланты область, сколько трудолюбивых, профессиональных людей. Все мы разные, но в целом делаем одно большое дело. ММК – лидер в своей отрасли, обеспечивает производство стратегически важной продукции, реализует масштабные социальные программы, общественно значимые проекты. Конечно, это индивидуальные награды, награды, которые вы заслужили своим трудом, своему служению, каждый на своём месте, но это и всегда награда коллектива. Поэтому я хотел бы, чтобы вы обязательно передали слова благодарности всем тем, кто работает рядом с вами, потому что в вашей индивидуальной награде есть толика и заслуг трудового коллектива. 7 ноября в Челябинске стартовал второй русский экономический форум, который объединяет на одной площадке представителей органов власти, регионов, бизнеса, деловых организаций и экспертного сообщества. Основные темы посвящены приоритетам, обозначенным в новом майском указе президента России. В форуме примут участие более трёх тысяч человек. Павел ММК на масштабном мероприятии представляет заместитель генерального директора по социальным вопросам Алексей Жлоба. Программа форума охватывает широкий круг вопросов. От технологической трансформации отечественного бизнеса до приоритетных направлений социального развития и жизни современного общества. В первый день прошли тематические сессии, посвященные вопросам экономической миграции, развитию конкуренции, суверенности, индустриализации, цифровизации, пространственному развитию городов и регионов. На одной из них с докладом выступил Алексей Жлоба. Магнитка является крупнейшим логичником и работодателем на территории Челябинской области. Группа ММК активно участвует в жизни местного населения и реализует социальные и благотворительные проекты с целью повышения качества жизни не только в Магнитке, но и в целом регионе. Если говорить про цифры, то в 2023 году сумма социальных инвестиций группы ММК-Металерского комбината на развитие территории присутствовало, составило более полутора миллиардов рублей. Приоритетным направлением социальных проектов для группы ММК является улучшение системы здравоохранения для жителей города. В рамках этого направления продолжается реализация масштабной стратегии развития ОНО «Центральная клиническая медико-санитарная часть». В 2023 году было открыто новое кардиологическое отделение площадью 1,3 тысяч квадратных метров. Также обновлено урологическое отделение площадью почти 1 тысяча квадратных метров с комфортабельными палатами и новым операционным блоком. При финансовой поддержке ММК в Магнитогорске появился новый центр для детей с ментальными особенностями «Мозаика». Большое внимание группа ММК уделяет физической культуре и спорту, приобщая к занятиям персонал и жителей города. Компания приняла участие в организации и финансировании различных спортивных событий. Начали работы по созданию Академии хоккея с новой ледовой ареной и двумя тренировочными ледовыми площадками. Жилой комплекс, который открылся в этом году, в августе месяце, как раз Алексей Леонидович Текстлер присутствовал на этом открытии. Кроме этого ведется активное строительство современных хоккейных коробок. Это коробки по развитию проекта массового хоккея, который также мы реализуем под патронажем ММК в городе Магнитогорск. Группа ММК уделяет большое внимание образовательным программам и развитию молодежи. Неизменно оказывает содействие развитию малого и среднего бизнеса Магнитогорска. Благодаря серьезным вложениям в экологию, строительству воздухоочистных сооружений, очистке и зарыблению акватории реки Урал, строительству парков, рекультивации земель и многому другому, существенно улучшилась экологическая ситуация. В 2025 году будет достигнут уровень комплексного индекса загрязнения атмосферы ниже 4 единиц, при плановом значении не более 5 единиц. И Магнитогорск обретет статус «Чистый город». Отдельно хотел отметить работу по развитию городского курорта «Притяжение». Это масштабный проект по созданию инфрационального паркового пространства. Территория данного паркового пространства 400 гектар. Для города с населением в 400 тысяч человек. Это серьезнейший проект, серьезно улучшит, изменит качество жизни магнитогорцев и близлежащих поселений. Группа компании ММК – яркий пример масштабных изменений территории присутствия и достойный образец правильного взаимодействия большого бизнеса с органами власти различных уровней. Конкретный пример – это очередной проект парки «Притяжение», который мы планируем начать строительно-монтажные работы в следующем, 25-м году, во втором квартале. Это строительство многофункционального медицинского центра. Это как раз право взаимодействия. Это тот центр, который необходим городу. Инициатором, конечно же, являлся Матерус-Медсоткомбинат и лично Виктор Филиппович Рашников. Но мы строить данный проект будем совместно с Челябинской областью и с Федеральными областями. Павел Зайцев, телекомпания «ТВИН». 65 домов общей площадью более 400 тысяч квадратных метров и 18 тысяч новоселов. Почти 30 лет жилищно-инвестиционный фонд «Ключ» радует магнитогорцев жильем. А сейчас завершается строительство второй очереди жилого комплекса «Ключевой» в поселке Книжова. Каким должно быть комфортное современное жилье узнавала Елизавета Мамедова. Жилой комплекс «Ключевой» – концептуальный новый взгляд на то, какой должна быть современная недвижимость. 11 четырехэтажных домов общей площадью более 26 тысяч квадратных метров с просторными комфортными квартирами. Первую очередь этого комплекса запустили в 2023 году. В этом году собственники пятого и шестого домов второй очереди смогут отпраздновать Новый год уже в новом жилье. На сегодняшний момент пятый и шестой дом прошли проверку стройнадзора. Мы собираем комплект документов для передачи в городскую администрацию, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Соответственно, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию в декабре месяце, до конца декабря точно, мы передадим ключи собственникам, дольщикам жилья пятого и шестого дома. Так скажем, порадуем перед Новым годом от квартиры, ну и от почтовых ящиков. Проект предусматривает комплексное благоустройство территории. Детские спортивные площадки, 111 парковочных мест для автомобилей и озеленения. Квартиры оснастили настенными газовыми котлами с современной аппаратурой. Это значит, что отопление и горячую воду будут регулировать сами хозяева, что существенно сэкономит средства на коммунальных платежах. Особое внимание уделили маломобильным гражданам. Предусмотрены пандусы и места для парковки детских колясок. Все новоселы заедут в квартиры с чистовой отделкой и натяжными потолками. Также предусмотрена организация охраны. Живключ продолжает стройку. Спасибо комбинату. Это его большая поддержка и финансовая, и, как говорится, именно такие проекты выбираются, которые и экономные для людей, и очень комфортные, и мест достаточно парковочных. И инструктура уже полностью тут вокруг, как говорится, есть. Стоит отметить, жилье в Ключевом обходится работникам группы компаний ПАО ММК значительно дешевле, чем аналогичное жилье на рынке Магнитогорска. Поэтому ежегодно сотни семей отдают предпочтение именно жилищно-инвестиционному фонду Ключ. План их завершить вторую очередь до конца февраля 2025 года и приступить к строительству третьей очереди комплекса. В январе мы полностью завершаем стройку второй очереди, то есть 7-8 года. И также собственники, дольщики домов 7-8, думаю, что к 23 февраля мы также отдадим ключи, и они смогут спокойно заехать. Также по 2025 году компания «Живключ» продолжает строительство этого жилого комплекса, который находится в поселке Княжево. Это третья очередь, которая будет состоять из трех домов, четырехэтажных, трехподъездных, площадь 10 тысяч квадратных метров и 168 квартир там будет расположено. Ну, это следующий наш этап на 2025 год, это наше будущее в следующем году. Всю необходимую информацию по приобретению квартир в жилом комплексе «Ключевой» можно получить в «Живключ» на сайте fankey.ru и по номерам, указанным на экране. Елизавета Мамедова, Аркадий Стариков, телекомпания «ТВИН». К другим темам. В Магнитогорске продолжает свою работу традиционная выставка-ярмарка региона России. Она открыла свои двери в торговом центре «Славянский». Жители и гости города ждут за полезными и вкусными покупками уже сейчас. Верхняя одежда сезона «Осень-зима» представлена на выставке-ярмарке региона России в ассортименте. Стильные и практичные пуховики, куртки, пальто – все фабричного производства. Я представляю фабрику «Кармель стиль». Это наш российский производитель женской одежды. Все шьется из финской плащевой ткани, финского утеплителя. До минус 30 вы можете носить эти изделия. Ткань здесь не промокает, не продувает. Размерный ряд с 48 по 70. В этот раз привезли в Магнитогорск дизайнерскую одежду из штапеля, шерсти и латена, уютную коллекцию изделий из монгольского трикотажа, а также износостойкую комфортную обувь с удобной колодкой на нескользящей подошве. Для завершения образа на выставке-ярмарке можно найти стильные аксессуары, сумки и авторскую бижутерию. До Нового года 50 дней. Приходите, пожалуйста, на выставку за подарками «Год змеи». Представлен на регионах России домашний текстиль из белорусского льна безупречного качества. Мы приехали из Белоруссии, уже не первый год сюда приезжаем, представляем Оршанский льнокомбинат. У нас также большое количество льняных пледов, льняной постели, очень много сейчас подушки льняные, одеяла. Очень много махровых льняных простыней. Найдут на выставке горожане товары для дома и сада, салфетки из шведского микроволокна для эффективной уборки, долговечную посуду из литого алюминия. А это уже знакомые многим многофункциональные гаджеты, чудо-терки, отпариватели, точилки для ножей и ножниц. Универсальные точилки для железа затачивают любой тип материала. От кухонных ножей до приусадебного инвентаря затачивают до состояния бритвы. Ножик аналогично ставите на опор и протачиваете. Представлены надежные помощники на дачном участке – секаторы. Это чудо-секатор, который режет не только веточки, но в зимнее время пригодится на кухне. То есть ему легко срежут любые ребрышки – барани, свиные, курицу, рыбу, плавники, хвостики. А также в ремонте можно использовать полипропиленовые трубы, металлопластиковые трубы. Такой секатор пригодится везде. Регионы России – это в том числе и про вкус и пользу. Здесь для покупателей представлена целая линейка белорусских мясных деликатесов. В широком ассортименте – зрелые фермерские сыры. И, конечно, более 30 видов дальневосточной рыбы. Есть и свежая зернистая икра. Также в изобилии орехи и сухофрукты, натуральные специи, ароматный чай, есть и мед с частных пасек. Порадуется лкаежек разнообразие восточных сладостей – орешки в йогурте и шоколаде, пастила, ароматная халва, мармелад без сахара. Выставка-ярмарка региона России будет работать в торговом центре «Славянский» с 6 по 10 ноября с 10 часов утра до 7 вечера. Первые снегопады показали южноуральцам. Время задуматься о смене гардероба. В Магнитогорске продолжает работу выставка норвежской верхней одежды, где примерить парку из настоящей волчьей шкуры и подобрать куртку, которая согреет даже в лютый мороз. Осенью Владимир Русяев не только меняет шины у своего автомобиля, но и присматривает обновки себе. Говорит, на выставку норвежской верхней одежды зашел спонтанно и тут же выбрал куртку. Все нравится. Во-первых, я на машине езжу, она удобна для машины мне. Маленькая, короткая и теплая. Все такие курточки классные. Во-первых, теплые и тут какой-то климоконтроль. Я таких у меня еще не было. Среди новинок сезона – норвежские аляски, демисезонные парки с полной ветрозащитой и защитой от влаги. И, конечно, финские облегченные пуховики. Мне очень понравилось. Классный пуховик. Вот видите, как на мне сидит он. Очень классно. Советую всем. Цветовая гамма разнообразна. От ярко-красного для тех, кто любит посмелее, до спокойных пастельных тонов. Широкий размерный ряд. Подобрать себе обновку смогут все. Светлана Фани надумала только примерит пуховик, но не захотела с ним расставаться. Вот подобрали мне пуховик. Теплый, легкий. Цвет подходит. Вообще хорошо. Одежду в Магнитогорск привезла компания «Урсагруп», которая считается одним из лидеров на российском рынке по реализации топовых брендов верхней одежды европейского производства. Есть по-настоящему уникальные модели. Первое – это парка из цельной шкуры волка, выдержит температуру до минус 45-50 градусов. Второе – водительский вариант. Мужские куртки выполнены со специальной мембраной, не боятся влаги, защищают от холодных ветров. Есть такие куртки и на милых дам. Представляю вашему вниманию женскую парку Аляску, который выдерживает до минус 40 градусов. Внешний материал – трехслойная мембрана, которая защищает вас от воды, ветра и мокрого снега. Внутри пух-перо позволяет вам чувствовать себя комфортно как на улице, так и в помещениях. А вот еще один приятный бонус порадует тех, кто хочет и бюджет сберечь, и покрасоваться этой зимой в новой теплой куртке европейского качества. На весь ассортимент сейчас предоставлена скидка 70%. Выставка продажа верхней одежды «Орса Групп» проходит по 10 ноября с 10 до 20 часов в Магнитогорске в ТРК «Семейный парк», первый этаж, напротив гипермаркета «Спар». О новостях спорта через несколько секунд. Магнитогорский «Металлург» одержал вторую победу на Дальнем Востоке. Сценарий игры с «Амуром» получился схожим с предыдущим матчем против «Адмирала». Гости вели в счете, не сумели удержать преимущество, но, получив большинство, в овертайме дожжали соперника. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. Хабаровская команда находится в глубоком кризисе. До приезда «Металлурга» «Амур» потерпел 9 поражений подряд, а 6 последних матчей проиграл с общим счетом 1-23. Неудивительно, что хозяева начали встречу активно, однако им помешало удаление за нарушение численного состава. Отличиться в большинстве магнитогорцы не смогли, зато вскоре забили в равных составах. Егор Коробкин здорово сыграл на входе в зону атаки, вернувшийся в главную команду 19-летний Борис Осипович принял шайбу от партнера и великолепно бросил в ближний угол. Но хабаровчане продолжали гнуть свою линию и уже в дебюте второго периода поймали соперника на ошибке. Неаккуратный пас нападающего «Металлурга» в чужой зоне обернулся быстрой контратакой и американец Алекс Бродхерст сравнял счет. Амур играл лучше, больше создавал, больше, наверное, скажем так, даже хотел выиграть, потому что понятно, что у них тяжелая ситуация. В третьем периоде хозяева перебросали магнитогорцев 17-2 и были очень близки к тому, чтобы выйти вперед. Но Александр Смолин сыграл свой лучший пока матч в карьере на взрослом уровне, отразил 40 бросков и позволил гостям дотянуть до овертайма. А в дополнительной пятиминутке повторился сценарий предыдущего матча во Владивостоке. Игрок Амура нарушил правила и «Металлург» всего за 10 секунд реализовал большинство. Ассистентский балл заработал Данила Юров, а великолепный победный бросок нанес Валерий Орехов. 1-2. Долго просыпались в первом периоде. Были пару неважных смен, но у нас достаточно было моментов, которые мы должны были реализовывать. Но мы выставили, нам помог наш вратарь, держал нас в игре, поэтому нам нужна была эта победа. Мы выиграли, движемся дальше. Непростую поездку «Металлург» завершит 9 ноября матчем против Сибири. Прямую трансляцию из Новосибирска смотрите в нашем эфире в субботу в 15 часов 20 минут. Павел Зайцев, телекомпания ТВИ. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня о новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте. Впереди вас ждут полезные и коммерческие информации, а также прогноз погоды на 9 ноября. Всего доброго и до встречи.